Это случилось 29 лет назад. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Теперь в этот день в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На мемориале скорбящая мать в городском поселении Щелково высечена фамилией жителей погибших в Афганистане и Чечне. Во многом благодаря им наша страна целостна и независима. На территории сопредельного государства в подчас неимоверно сложных условиях они были верны воинскому долгу. Они сражались за родину, находясь далеко за ее пределами, гарантировали незыблемость наших границ, защищали десятки миллионов советских граждан. Надо помнить, что мир, к сожалению, не стал добрее, и поэтому мы всегда должны стоять на страже. Благодарность матерям и отцам, сыновьям, братьям и сестрам, наших щелковцев, которых мы сегодня вспоминаем. И мне хочется сказать вечную память. Уважаемые друзья, сегодня давайте почтим память и дадим долг тем, кто положил свои головы ради сегодняшней нашей мирной жизни. И слава тем, кто отстоял независимость нашей Родины на дальних рубежах. Война в Афганистане унесла жизни тысяч советских солдат. Тогда погибли девять щелковцев, но и сегодня геополитическая обстановка неспокойна. Уже в наши дни российские военные сражаются в Сирии, и не все возвращаются домой. Это чьи-то сыновья, мужья, отцы, друзья. И не так важно, сколько времени прошло, раны на сердце все равно не затягиваются. Вспоминаем своих товарищей, которые там были, остались, ну а также тех, которые непосредственно сейчас живы и очень, как сказать, волнительный этот момент. Миссинг продолжился в театрально-концертном центре «Щелковский театр». На мероприятии почтили память всех, кто погиб в вооруженных конфликтов. Со сцены благодарили участников военных действий. Эти воины унесли жизни тысяч российских солдат. В память о героях установлены мемориальные доски, именами погибших названы школы. Ведется работа с семьей погибших, но главное о них рассказывают подрастающему поколению. Только так подвиг тех, кто не щадя своей жизни сражался с жестокостью и беззаконием, будет увековечен.